Заседание проходит уже несколько месяцев. Если коротко, то суть спора такова. В 1956 году Шалва-Маргане с супругой Александрой построили в Сухуме на улице Станционный дом для своего сына Шермадина, ответчика по рассматриваемому делу. Позже знакомые семьи, родители истца Силагава, обратились к ним с просьбой прописать их в доме, так как в советское время нельзя было трудоустроиться в Сухуме без прописки. Те просьбу выполнили. В 1989 Шалва-Маргане умер. В право наследования вступила его супруга Александра. А потом началась война. Семья Маргане уехала в Москву и, по версии истца Силагава, его семья отправилась в 1993 году по месту прописки, то есть в дом Маргане. По версии ответчика, в период с 1993 по 2019 Силагава неоднократно предупреждался Шермадином Маргане и членами его семьи о том, что ему нужно освободить дом. Однако тот говорил, что ему негде жить, и потому хозяева разрешили временно находиться в ныне спорном доме. Теперь же Силагава претендует на признание права собственности на основании 233 статьи Гражданского кодекса, которая позволяет стать собственником домовладения спустя 10 лет непрерывного открытого добросовестного проживания. А также требует признать свидетельство о праве на наследство Шермадина Маргане недействительным, так как его мать Александра умерла в 2004, а в право на наследство он вступил только в 2019 через суд. Ваша честь, в соответствии со статьей 132, судья отказывает в принятии искового заявления в случае, если в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые не затрагивают права, свободы и законные интересы заявления. В нашем производстве, как мы видим, в вашем правительстве суда Сокумского городского суда, находится исковое заявление о признании права собственности по приобретательной давности. В то же время, в данном исковом заявлении оспаривается документ, то есть акт, это свидетельство о праве собственности по закону, которое, так сказать, получил наш доверитель. Мы считаем, что данное требование является незаконным, так как в соответствии со статьей 1098 наследование осуществляется либо по завещанию, либо по закону. И данная норма определяет круг лиц, которые могут быть призваны к наследованию по закону или по завещанию. Уважаемый доверитель не представил никаких доказательств того, что он относится к тому кругу лиц, которые могли быть призваны по закону или по завещанию. Значит, соответственно, никакие права данным документом не могли быть нарушены, так сказать, данным гражданином. Поэтому мы считаем, что данное требование, оно противоречит закону, так как никаких прав, связанных с наследованием, у нашего, так сказать, представителя истца нарушено не было. Истец вправе дополнять, изменять и уточнять свои исковые требования в соответствии с гражданским кодексом, парировала адвокат Силагава Кристина Габелия. Первичное исковое заявление Силагава было подано о признании права собственности в силу приобретательной давности. Впоследствии данное дело было приостановлено до того момента, пока президиумом Верховного суда не было рассмотрено надзорная жалоба Силагава. По результатам данной надзорной жалобы решение Сухумского городского суда было отменено 26 июня 2019 года вынесенное решение, которое послужило основанием к выдаче данного свидетельства о праве на наследство. В рамках уже возобновленного гражданского дела нами было заявлено ходатайство об уточнении и дополнении своих исковых требований, поскольку свидетельство о праве на наследство выдано на основании решения, которое в настоящее время отменено. Права наши не нарушаются или нарушаются, уже дал оценку президиум Верховного суда в своем постановлении 30 октября 2020 года, где четко сказано, что из материалов дела, представленных в суду надзорной инстанции, усматривается, что в спорном домовладении постоянно с 1994 года по настоящее время проживает Силагава Нодар со своей семьей, который содержит жилое помещение в надлежащем состоянии, несет бремя расходов по его содержанию. То есть судом первой инстанции принято решение о правах Силагава, не привлеченного к участию в деле. Далее следует указание надзорной инстанции, которое является обязательным для суда первой инстанции при новом рассмотрении о том, что нужно разъяснить участникам процесса право разрешить спор в порядке искового производства. Своим правом на реплику воспользовалась сторона ответчика. Кстати, сам Шермадин Маргания в процессе участия не принимает. Участвуют его дочь, три представителя и адвокат. Во всяком случае из закона, из статьи 233, при рассмотрении искового приобретательного данного инстанции никогда не ставится вопрос о том, чтобы отменить какие-либо правоустанавливающие документы. Иначе это бы противоречило вообще сути данного института приобретательной давности. Вы можете себе представить, что мы, рассматривая иски о приобретательной давности, отменяли бы правоустанавливающие документы 50-летней давности. В данном случае никакой правоустанавливающий документ, ну как мы принято говорим, титульного собственника не имеет значения. Верховный суд отменил решение, направил на новое рассмотрение, углядел нарушение процессуальных, а не материальных норм. Дальше, во-вторых, касательно подачи иска по приобретательной давности. В момент подачи ненадлежащее лицо в качестве ответчика было указано, почему. Потому что, когда запрашивалась справка из БТИ, там уже соответствующая должностная лица из БТИ сделала примечание о том, что Марганю Шумадину Шаловичу, примечание должностного лица уже было о том, что уже идет порядок оформления его наследования. В таком случае в качестве соответчика он должен тоже был привлекаться. Исходя из чего мы делаем вывод, что истец прекрасно знал о том, что есть соответчик в данном деле, что он будет, идет процесс наследования. Как мы сказали, это озвученный истинный порядок наследования, он со времен римского права еще уже установлен и не меняется. Суд заявил, что конкретно это ходатайство будет учтено при принятии решения по существу дела. Следом перешли к допросу свидетелей. Сначала со стороны истца. Свидетель Джиджилава, сосед истца, подтвердил, что с 1993 года села Гава с семьей проживают в доме Насимирджиева, а семью Марганя после войны лично он не видел ни разу. Но слышал, что однажды они приезжали. По его словам, села Гава знал, кому принадлежит дом, в который он заселяется. Извините меня, дом уже был занят, если не Нинадар, там уже другие люди жили бы. Я тоже пришел 27-го, 27-го у вас точно западный фронт встретились. Я приехал, уже мою бабушку с дома выгнали. Я вернул. Извините меня, если хозяин хотел бы, пришел бы, сказал бы, брат, ты же знаешь меня. Я вернулся, никто не пришел во время и не сказал. Я же пришел на второй день, дал людям три дня, они уехали. Пошли рядом, хоть так же дом взяли, еще больше, чем... Адвокат ответчика Фрида Ласбе, напоминая, что их сторона считает иск незаконным, выступила с ходатайством о приобщении в качестве письменного доказательства документов, доказывающих, что села Гава состоит на учете в администрации города Сухом, как нуждающийся в предоставлении жилья и претендует на квартиру по адресу Семерджуева, 142. Сторона ответчика ссылается на то, что для применения 233-й статьи необходимо не знать, кто является собственником жилья и считать его своим, а значит, не стоять в очередях на другое. Это ходатайство суд удовлетворил. Следом допросили свидетеля со стороны ответчика, его родную сестру Леану Маргания. Это наш дом, дом моего брата, дом моего отца. В этом доме вы выросли? Конечно. Скажите, пожалуйста, я родилась там. Я вообще знала, что это какие-то, не знаю, там, знакомые мои, их дедушка или кто-то был знаком, знакомый моего отца. И просто это было какое-то свадебное мероприятие. Папа был очень добрый человек. У нас были прописаны не только он, а и другие абхазцы были прописаны. Вот, например, Губас Ваня был прописан. Он герой соцтруда потом стал, машинистом. И его семья была у нас прописана. Они никогда ни на что не претендовали, однако. Ну, что вам сказать? Отец сделал доброе дело. Отец сделал доброе дело, как он всем помогал и устраивал на работу потом. Потому что в Сухуми невозможно было жить без прописки. Так как дом был собственностью и собственником был он, отец, то любой прописанный в нем человек не имел права на эту собственность. И он прописывал, помогая. Судебные заседания по рассматриваемому делу продолжатся на следующей неделе.